Дагестанский фонд капитального строительства не может получить выплаты от населения, а приставы штурмуют квартиры людей, выполняя предписания. Жильцы, в свою очередь, не всегда рады непрошенным гостям. В этом убедился и наш корреспондент Камиль Девятов. Подробности рейда службы судебных приставов в следующем сюжете. Деньги, дворы, подъезды. Государственная машина работает на полную. Но, по словам жителей дома номер 9А по улице Гамидова, то, что их многоэтажка должна ремонтироваться за их же деньги, надо еще доказать. Задолжавших за крышу ждут проблемы. Как говорится, долг платежом красен, даже если платить не за что. Мы проводим совместные ряды мероприятий совместно с представителями фонда капитального ремонта по адресу Гамидова 9А. Вопросы всех граждан Ленинского района добровольно погрешать всю задолженность фонд капитального ремонта. В противном случае будет произведено арест имущества данных граждан. Вопрос ремонта и оплаты в большинстве случаев остается открытым. Но в большинстве случаев почему-то жильцы не видят проделанной работы и не стесняются заявлять об этом на камеру. Что здесь сделано за счет капремонта, скажем так? Покажите хоть что-нибудь, чтобы мы хотя бы сказали, да, действительно, вы что-то сделали. Фонд капитального ремонта предлагает два способа формирования оплаты за капремонт. В случае отказа жильцов носить добровольно фонд капремонта, они имеют полное право открыть свой счет. Для того, чтобы открыть собственный счет, вам достаточно собрать собрание собственников жильца и принять решение об этом. Приняв решение, вы можете уведомить, обязаны уведомить фонд капитального ремонта и направить протокол собрания в жилищный надзорный орган. Жильцы 40 махачкалинских квартир, чьи долги превышают сумму в 10 тысяч рублей, все же обязаны погасить свои задолженности. Как говорится, закон суров, но он закон, хотя и не всегда выступает на стороне людей. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.